Ради регионы свадьбы мы прилетели из Америки в Италию. У меня начались итальянские каникулы. Сначала я буду на Иске, потом мы поедем в Соренто, где, естественно, будет свадьба, и потом мы будем заехать в Позитано. Правда, мы еще не взяли отель, потому что мне мой помощник написал, что он стоит 2300 долларов за ночь. Но мы будем соображать, будем смотреть 21 день итальянских каникул. Погнали! Это мама. Первая часть отдыха, она отдыхает со мной, а Дима уехал в Россию. Дима очень любит ездить в Россию, а я просто поняла, что мой организм сойдет с ума, если мы сначала присели в Германию, побыли там два дня, чтобы не было такого, что я 15 перелетов в день. После Германии мы летели до Италии, но до Италии лететь час, а до России лететь еще два с половиной, еще опять разница во времени, разница в климате, разница в воде, во всем разница. Я подумала, что я не буду составлять Диме компанию. Это первый раз, когда мы разъехались, вот именно, ну, не вместе больше дня с 2016 года. Ну так странно, вот. Но зато я с мамой мамой приехала из Питера, мы вот сейчас отдыхаем недельку, и потом Дима присоединится. Когда я остановлюсь в отеле Ахмасе, самая любимая часть любого дня – это завтрак. Потому что ты завтракаешь с видом на море, ты завтракаешь обалденнейшими всякими швейцарскими йогуртами, ты еще будешь там 800, я тебе. У меня это стипы, когда мы очень скучаем по этому антуражу, мы ходим просто в отеле, берем завтрак какой-либо там, просто едим, знаете, со шведского стола. И прям мы, я очень-очень люблю, очень много кушаем, очень вкусно. Если честно, это один из лучших отелей, в которых я когда-либо останавливалась, это 4 звезды. Называется Miramare Resort, первый в этой жизни, который меня пригласил как блогера, точнее, ну не то, что пригласила, а попросила Мишу моего нового ассистента всем написать в отеле. И причем за неделю до нашего приезда, потому что мы, как обычно, планируем все очень поздно. Вот. И они откликнулись, они нам дали 4 ночи, причем мы договорились просто за Инстаграм, за сториз, и за 2-5 сториз в день, и пост один. Вообще за все 4 дня. Они нам не разрешают ни за что платить, за всякие там обеды, ужины, все включено. И это первый раз, когда я почувствовала, что как круто быть блогером. Потому что раньше, ну, мне все отели говорили, типа, эээ, мне интересно, не интересно. А эти сказали, вау, и я так рада. Мне так приятно, я решила, что, ну, потому что они такие клевые, я их еще в видео упомяну, и я, честно, от души рекомендую их, потому что отель, в котором есть йога, отель, в котором есть 8 бассейнов термальных, почти тепло купаться, потому что я мерзляк жуткий, у которого свой пляж, обалденные завтраки, ужин и обеды, на обед, на ужин подают осьминогов и так далее. Считаю, что, ну, прям, от души могу рекомендовать и не бояться за вас. Важная часть моего променада до моря, это пройти мимо помидорной грядки и собрать урожай. Чтобы вы понимали, здесь базилик растет, баклажаны, а помидоры просто нереальнейшего вкуса. Сейчас я промою и попробую. Честно, вкус такой же, как обычный черри, но потому что сам сорвал из грядки. Кажется, что он супер насыщенный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фу, сделала свою йогу, я делаю медитация йога, такая она легкая, больше на дыхание, на растяжку, чуть-чуть качаю мышцы, ноги, спина, я просто не любитель каких-то тяжеленных воркаутов, особенно в отпуске, но хочется поддерживать себя в форме. Ну и просто, чтобы вы понимали, с каким видом у меня сегодня лежак, лежак, вид. Я немножко вспотела. Дим, какими мы пришли по счету? Как всегда. Мы уже опоздали на 40 минут, но... Наш все равно. Мы просто просили в 6.30, уже в 6.30, получается, нужно было приходить позже, есть там какой-то этикет. Большая свадьба, мы смотрим, как кайф, но очень круто все собираются, такая красота, нас ждет Алина, сестра Влада Топала, организовала все мероприятие, просто все время на связи, все четко, все там пам-пам-пам, вот, короче, кайф. Спасибо большое, что вы все здесь, у вас всех привет, друзья, мы надеемся, с вами победим. Итак, мы двигаемся на виллу, где будет праздник, нас попросили одеться вот в такие бело-бежевые тона, чтобы была средиземноморская свадьба. Дарим мы два браслета Тиффани, обалденные, у Тиффани новая коллекция, там вот так вот идет браслет, и там Т и Т, ну я не знаю, насколько новая, но, в общем, это что-то такое модерновая, и у свадьбы хэштег свадьба ТТ, это Дарьянка Топалов, вот, и у них будут одинаковые браслеты, ну, Владу и Регине, просто писали у нас сначала сбор, потом торжество, потом ужин, говорят, там будут, и Влад будет петь, и всякие песни, в общем, интересно все было снимать. Привет. Привет. Красота, все пели, класс, привет, вот, это будет концерт. Здравствуйте. Привет. Привет. Пожалуйста, направо вниз. Ай, как красота. Привет. 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 Мои друзьями красивые. Сегодня, да, пожалуй, сегодня я постараюсь. Привет, моя дорогая. Привет. Вы все запарились, спарились, но вы отдыхаете. Вы попадете в оба подели. Да. Где-то релакс, чил, располагайтесь, кидайте, вот там есть гостиная, вот там есть приятный кабинетик. Куда идем, да? Куда-да? Вниз, ага, о, супер. Да, а я очень вспотела. Нет. Ну, мне скажи, когда подпись учет. Вау. 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 Вот это да. Вау. 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 ПЕСНЯ Не обращайте внимание, песня идет 4 минуты, и все здесь 4 минуты, а у вас останцуют. Поаплодируйте, не будьте. Встречайте. Нежная, чуткая, необычайная, волшебная. Встречаем. Регина! Громче, громче! Ну, ребят, будем откровенны, будет классно, и на вас хочется быть похожим. От Лады я бы взял его умение много кушать и держать ее в форме. Ну, от Регины. От Регины я бы взял подписчиков из Инстаграма. Ура! Любовь есть! Ура! Да, поздравьте, поздравьте друг друга первым супружеским брачной ночью. Ну, поцелуем. Ладно, пусть будет так. А где имена? Марина Дмитрий. Ладно. Мои хорошие, встречайте! Самые яркие, самые красивые, что самое главное, влюбленные. Наши молодоженчики, Регина Дмитрий. Ну, из-за лучших софилочки, Регина Дмитрий. Влюбленные. Ура! Продолжение следует... 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 Короче, у нас Дима нарисовалась новая традиция. Когда мы завершаем отпуск, завершаем во каком-то офигенном отеле, и мы забронировали вот этот, он дико дорогой. Но на самом деле еще от неизбежности, потому что все забронировано остальное было. И ты прям чувствуешь, это 5 звезд с буковкой L. Первый раз нам принесли на ресепшн кино. Да. Итальянская Coca-Cola, нигде ее нет, в Италии даже. В Сан-Франциско на каждом углу прод. А на ресепшн не дурь-хоп, пожалуйста. Это со вкусом горького апельсина. Вот. И прям ты чувствуешь этот сервис с самого приезда. Сразу сумки хватает, сразу сажает, сразу на рынке. Привет! Привет! И для вечера, где можно сейчас идти, это, в Авартира. Это с Аппистол. Угу. 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 Перфектно. Спасибо. Ты вовремя! Вау, Маша, смотри, какие тут... Войдем пострадим! Сейчас! Офигенный отель, ребята. Вау, мне так кажется, это белизна, как... Греция. Греция, да. Не будем менять традицию. Кайф. Ребятушки, завтрак от звездных членов, включенный в стоимость номера. Я не ужинала вчера специально. Глютеновая диета. Хорошо. Сыр, кубни какие. Ой-ой-ой. Ангуре. Мне кажется, что это один из лучших завтраков. Пошли. Оливковая косточка, которой у нас с Димой был. Я единственное, что помню, что я к тому была в Москве, в Хаяте, и я делала партнерку с одной компанией, она платила мне за то, что мы останавливались там. И там на завтрак давали черную икру, угря, красную икру. Ну, в общем, там, если вот это вот убрать, вот этот вот лакшери налет московский, то вот этот завтрак, он просто вау. Все продукты обалденные. Сидишь, смотришь на море, там виднеется на бассейн. Да, лучший завтрак. Да. И готель. Согласна. Мы пришли в ресторан, у которого одна звезда Мишлена, на который привозят на яхты всех. Мишлена, ПЛИЗ, ПРЕГО. А что, у них другого нет? Нет, понятно. Ну, значит, это будет есть. Ну, а то оно всё гнило. Я хочу! Меня Мишленский ресторан учит пробовать новые вещи. Я никогда бы в жизни не попробовал как-то миди или что-то. Моллюск какой-то, короче. Ну, я просто уверен, что здесь супер качественный, раз это Мишленский ресторан, и, наверное, вкусный. Поэтому я подталкиваю. Плюс это дорого всё, поэтому надо есть. Это вкусно? Прикольно. Перезиновое, правда. Мы с Димой поражаемся, как тут круто. Мы посчитали, что мы были пять раз в Мишленских ресторанах. И это самый вкусный. Потому что всё остальное, как бы это прикольно, как experience. И, типа, ну, вот ты приходишь, там маленькие порции. Тут порции нормальные, ты ешь прям вкусно-вкусно. И при этом, ну, атмосфера такая классная, да? Да, это лучший реально поход ресторан, наверное. Да, это очень клёво. Такая, ну, атмосфера, эти очень ребята классные. Я снимаюсь на английский канал, влог про итальянский язык. Учу ребят там итальянскому. Ну, естественно, я, так как я какой-то, ну, не при-бегинер, я при Intermediate какой-нибудь итальянском. Я итальянцу прошу сказать, и это круто очень. Они всё говорят, всё рассказывают, но это учит итальянский. Супер вообще. Ням-ням-нямчи. Ну что, наш итальянский дрип подошёл к концу. К сожалению, очень хочется ещё провести время в Италии, но ещё больше хочется на французское это вкусно. Работать. Чао, чередямо, арвидарчи. Спасибо, что уже смотрели этот блог до конца, если ещё не подписаны на канал. Подписывайтесь, ставьте лайк и до скорых встреч в следующих блогах уже из Америки. Пока-пока.